Добрый день, уважаемые господа! Добрый день, уважаемые коллеги! СМИ в текущем году является для нас одним из серьезных внешнеполитических приоритетов. И мы полагаем крайне важным обеспечить не только новый вклад, но и преемственность в работе «восьмерки». Очевидно, что такой подход позволит существенно увеличить позитивный капитал, накопленный группой в последние годы. Именно так мы намерены работать по всем предложенным в повестку Санкт-Петербургского саммита вопросам. Вы знаете, это международная энергетическая безопасность, борьба с инфекционными заболеваниями и проблемы образования. Считаем, что эти вопросы весьма значимы для всего международного сообщества, для наших партнеров по «восьмерке». И добавлю, все они являются приоритетными для России, которые сегодня ставят масштабные задачи по экономической модернизации, развитию человеческого капитала, укреплению своих позиций в мировой финансово-экономической системе. Вы в целом наверняка знакомы с результатами нашей работы в прошлом году. Я позволю себе только сказать, что в 2005-м рост ВВП страны составил 6,4%. Золотовалютные резервы у нас выросли к этому времени уже 185, по-моему, да? 185 миллиардов долларов составляет на сегодня. Профицит федерального бюджета достиг 7,5% от ВВП. Мы и торговый баланс сводим с значительным профицитом. Благоприятные прогнозы по оценкам ведущих мировых агентств и экспертов сохраняются и на перспективу. Мы близки к завершению переговоров по вступлению в Россию во Всемирную торговую организацию. Надеюсь, что это произойдет. Главная проблема для нас сегодня нерешенная – это наши переговоры с нашими американскими партнерами. Рассчитываю, что в самое ближайшее время мы эти переговоры все-таки сможем завершить. Уважаемые коллеги, возвращаясь к повестке летнего саммита группы 8, остановлюсь на обзорной характеристике ее главных пунктов. Так именно энергетика во многом определяет сегодня международную безопасность и социально-экономическое развитие. От нее, от энергетической безопасности, от ее состояния, уровня фактически зависит благосостояние миллионов и миллионов людей. Рассчитываем, что «восьмерка» сумеет выработать в этой сфере согласованную стратегию. Стратегию, которая позволит надежно обеспечить глобальную экономику и население планеты энергоресурсами, причем по приемлемым ценам и с минимальным ущербом для окружающей среды. На наш взгляд, необходим целый комплекс мер по укреплению стабильности и предсказуемости мировых рынков электроэнергетики, энергетики, связанной с атомной энергией, энергетического сырья, газа и нефти. Эти рынки, к сожалению, сегодня подвержены серьезным политическим, технологическим и экологическим рискам. Крайне важные задачи – повышение энергоэффективности и энергосбережения, развитие альтернативной энергетики, борьба с так называемой энергетической бедностью развивающихся стран. Серьезную роль в контексте энергетической безопасности отводим к формированию благоприятного инвестиционного климата, а также стабильных и прозрачных правил в секторе глобальной энергетики. Мы в России над такими правилами уже работаем и готовы предложить их для обсуждения нашим партнерам. Другое существенное направление – это развитие конструктивного диалога между основными производителями и потребителями энергоресурсов. Такой диалог, по нашему мнению, должен способствовать выработке согласованных коллективных мер, направленных на стабилизацию рынка, особенно в кризисных ситуациях. При этом, когда мы говорим о коллективных мерах, не следует забывать, что ключевую роль должны играть полноценные рыночные механизмы и задача «восьмерки» других международных форумов – обеспечить условия для их бесперебойной работы. Группа восьми не может оставаться в стороне и от такой острой проблемы, как распространение инфекционных заболеваний. Эти недуги служат сегодня причиной каждой третьей смерти в мире. Полагаем, что самое серьезное внимание следует уделить укреплению глобальной информационно-аналитической сети мониторинга инфекционных заболеваний, в том числе вновь возникающих. Такая система должна оперативно реагировать на новые инфекционные угрозы, что позволит свести к минимуму как людские, так и экономические потери опыта эпидемии. Кроме того, предлагаем принять план действия группы восьми по борьбе с гриппом птиц и предотвращению новой пандемии гриппа человека. А также выработать комплекс мер по предупреждению эпидемиологических последствий стихийных бедствий. В этой связи высоко оцениваю результаты январской конференции по гриппу птиц в Пекине, по итогам которой доноры взяли на себя обязательство выделить 1,9 миллиарда долларов США на финансирование мер борьбы с этим заболеванием. Приветствуем мы предложение министров финансов о проведении анализа финансово-экономических последствий возможной пандемии гриппа человека. Полагаю, здесь важен не только точный прогноз, но и выработка конкретных согласованных шагов по минимизации потенциальных потерь для глобальной хозяйственной системы. Разумеется, в ходе российского председательства будут рассматриваться и реализация ранее принятых восьмеркой решений. В том числе, относительно ликвидации полиэмилита, борьбы с ВИЧ, СПИД, инфекциями и туберкулезом. Очевиден и глобальный характер проблем в области образования. Сегодня улучшение качества и эффективности национальных систем образования – это насущная необходимость. От этого прямо зависит общий прогресс человечества. И подчеркну перспектива развития межцивилизационного и межкультурного диалога. Противодействие экстремистской идеологии, несущей в себе насилие, нетерпимость, угрозу террора. Поднимая тему образования, мы также выходим на обсуждение таких системных вопросов, как инновационная политика, демография, языковая и социально-культурная адаптация мигрантов. Уважаемые коллеги, прошедший 2005 год стал успешным для глобальной экономики, темп роста которой превысили 4%. Однако, несмотря на хорошие предпосылки для роста в 2006 году, есть ряд поводов и для озабоченности. Мировая финансово-экономическая архитектура проявляет признаки нестабильности. Эта проблема также будет затрагиваться в ходе Санкт-Петербургского саммита. Хотел бы услышать, конечно, по этому поводу сегодня в ходе встречи и ваше мнение по этим вопросам. В этом контексте затрону и такую тему, как противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Предлагаем активизировать обмен опытом по этим вопросам между государствами и восьмерки, а также содействовать дальнейшему укреплению потенциала третьих стран в этой сфере. Важно и расширить географию данной работы, уделив особое внимание региону Центральной Азии. Считаем, что страны-восьмерки могли бы принять более содержательное участие в деятельности евразийской группы по типу ФАТФ. В частности, направить экспертов для проведения совместно с российскими специалистами, обучающих мероприятий в этих странах. Разумеется, в рамках российского председательства мы намерены вынести на обсуждение и комплекс вопросов по так называемому содействию развитию. Эти вопросы постоянно находились в поле нашего внимания в последние годы. И Россия планирует наращивать свое участие в международных усилиях на этом направлении. Буквально на днях мы приняли принципиальное решение об участии в финансировании программы МВФ по оказанию помощи бедным странам, пострадавшим от внешних шоков, причем как техногенных, так и финансовых, экономических. На эти цели в 2006-2010 годах будет направлен добровольный взнос в размере 30 миллионов специальных прав заимствования, что эквивалентно сумме порядка 43,5 миллионов долларов США. Хотел бы также привлечь внимание к другой нашей инициативе, реализация которой, как нам представляется, будет содействовать развитию беднейших стран. Речь идет о готовности России осуществить очередную досрочную выплату Парижскому клубу в объеме до 11,9 миллиарда долларов США. Я знаю, что я, господин Куверин, с вами эту проблему уже обсуждал. И думаю, вы могли бы чуть попозже высказаться по этому поводу. Мне было бы послушать интересно ваше мнение по этому вопросу. Все известно, что некоторые страны-кредиторы испытывают сегодня недостаток свободных финансовых ресурсов. И они смогут использовать полученные от России средства для выполнения своих обязательств перед Международной ассоциацией развития. По компенсации списываемых долгов беднейшим странам. Это легко решается и бюджетно-технологически, потому что в случае досрочной выплаты со стороны России этих средств, эти деньги не учитываются в текущих бюджетах ваших стран. В свою очередь Россия готова дополнительно выплатить Международной ассоциации развития до 587 миллионов долларов США за на покрытие остающегося дефицита в ее балансе, так называемого структурного разрыва. Реализация комплекса наших предложений позволит обеспечить финансовую устойчивость Международной ассоциации развития как минимум на 5-10 лет, в зависимости от выбранного сценария. Упомянутая инициатива дополняет принятые странами «восьмерки» в Глинитолсе обязательства по списанию долгов беднейшим странам и, подчеркну, не противоречит финансовым и политическим интересам стран-доноров. Полагаю, что поддержка со стороны наших партнеров выдвинутого Россией предложения станет реальным свидетельством готовности «восьмерки» выполнять свои обязательства по списанию долгов и оказанию помощи беднейшим странам мира. И в заключение хотел бы сказать, что абсолютно убежден в том, что полноценная работа Российской Федерации, работа в полноценном формате, в том числе и финансовой «восьмерки», безусловно, способствовала бы поиску более эффективных совместных решений при подходах и при реализации тех задач, которые мы перед собой ставим. Я еще раз вас сердечно приветствую в Москве и желаю вам успешной работы. Спасибо большое за внимание.